Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tool. Сегодня я хочу поговорить об вот этой вот штучке, которая называется переходник для зарядки 18 вольтовых аккумуляторов на 40 вольтовой зарядке серии XGT. То есть заряжаем серию LXT на зарядки для XGT. Называется она Makita ADP10. Мы ее сегодня разберем, посмотрим что там внутри. Но перед тем как начать, многие наверное видели, я делал на нее ролик, который рилс коротенький. Ролик завирусился, набрал около 25 тысяч просмотров и там очень много интересных комментариев, которые я хочу сейчас зачитать и попробовать ответить, ну поддискутировать на эту тему, что там понаписали. Так, ну давайте первый комментарий. Лучше за эту цену купить сам зарядник на 18 вольт. Ему отвечают, чем же это лучше? То вы одним зарядником можете заряжать и 40 и 18, а если купите зарядник на 18, сможете заряжать только 18, а не 40. Или два зарядника таскать, что не целесообразно. Еще один плюс, этот адаптер на 18 заряжается на 10 минут быстрее, чем на 18 вольтовой зарядки. И этот же человек ему отвечает, и убивает АКБ быстрее. Как сказали, лучше зарядку взять отдельную. Он отвечает, я пробовал убить аккумы 18 вольтовые 6 ампер в течение четырех лет. Не смог. Так что это миф. Ну, во-первых, что лучше покупать, это вы решаете сами. Либо один однопортовый зарядник, либо этот переходник. Вообще, я не вижу смысла спорить на эту тему, потому что я вообще не понимаю людей. Компания выпускает для вас большое разнообразие продуктов. Она делает вам выбор, чтобы вы сами сделали выбор, что вам будет удобнее. Но как только этот выбор начинает быть огромным, то есть большой. Ты можешь выбрать либо то, либо то, либо то, либо это. Когда выбрал то, то выбрал то, 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 то. Бросил и все. Начинается почему-то у людей вскипать, бурлить это говно. И они начинают лить негатив. То есть компания для вас старается, а вы это не приемлете. Вот этого я в людях не понимаю. Дальше. Адаптер по цене зарядки, наверное. Лучше бы Макита сделала универсальные аккумы 40 вольт 4 ампера. А когда ставишь на 18 вольтовый, переключается на 18 вольт 8 ампер. Там патент в Хикоке на 36 вольт, поэтому у других 56 вольта. Да глупость. Разбавить 18 вольтовую линейку 40 ковольтовой, а потом умничать, как можно найти выход. Сама 40 ковольтовая линейка бред маркетологов. Ну некоторые моменты применения вполне логичные. Цепные пилы, газонокосилки, балгарки. 18 вольтовым вакууми в таких условиях тяжело. Сам смысл в переходнике не вижу. Я чисто на 18 вольтовой технике. И то две зарядки пользуюсь. Газонокосилки нужно два 18 вольтовых аккумулятора. Цифры конечно хорошо, но надо бы показать реальное время заряда. Вот это мы попробуем сделать в этом ролике. Я поставлю две зарядки рядом. Однопортовую и XGT. И две пятерки одновременно разрядим полностью и поставим на зарядку. И посмотрим, за сколько они зарядятся. Пятерки будут почти новые. Может по разу они заряжались из последней покупки моей. У меня 118 зарядка DeVolt заряжает любые КБ быстрые и без переходников. В этом несомненный плюс инженеров DeVolt. Они смогли сделать зарядник, который заряжает все и без костылей. Что обычные банки, что усиленные банки PowerStack. Ну, я не против инструмента DeVolt. Инструмент хороший, но в этом тоже есть как и плюс, так и большие минусы. Во-первых, у меня нет 18 вольтового инструмента DeVolt. Есть двенашка, но суть в этом не меняется. Если мы посмотрим на вот эту вот штуку контакты. 18 вольтовый, она примерно такая же и размер контактов такой же. И эти контакты очень маленькие, в отличие от тех же 18 вольтовых. Здесь контакты вот здоровые, а на 40 вольт они еще больше. Плюс еще какой, не плюс, а что еще. Во-первых, инструмент 18 вольтовый был изначально разработан под маленькие аккумуляторы, ну стандартные, типа 600 грамм максимум. Начали выпускать эти здоровые кирпичи. Когда вы устанавливаете эти здоровые кирпичи на DeVolt, на обычный инструмент, особенно, который имеет при работе большую вибрацию. Это сабельные пилы, перфораторы. Корпус начинает разбиваться со временем. Также контакты начинают изнашиваться от этой вибрации. У DeVolt здесь везде стоит такая маленькая пружиночка, которая типа вот эта подвешена. Но это на самом деле такая ерунда. Вот я недавно ремонтировал нейлеры, приносивный человек. Нейлеры постоянно выдают ошибку. Я не понимал, почему эта ошибка. Я три дня с ними мучился, разобрал полностью, собрал. Ну внутри нормально все, механика все нормально, соленоиды нормально. Я не понимал, какого хрена. И вы не поверите, мне тупо приснилось ночью, типа попробуй заклей изолентой контакты. Я заклеил вот эти контрольные два контактика изолентой на рабочем нейлере. И нейлер начал выдавать эти ошибки. Причем один контакт, вот их два контрольных. Разные ошибки, там лампочка по-разному мигает. И я сделал вывод, разобрал аккумулятор дуальтовский. А там были контакты уже почерневшие, очень плохие. И в мусоре, и в каком-то. Контакты прочистил, продул и все заработало нормально. Единственное, что вот когда мы покупаем новый инструмент, эти контактики у нас смазки. Вот надо поддерживать чистоту контактов и смазку. Тогда может быть будет нормально. Но опять же, еще третий момент. Смысл этой совместимости на одной платформе Девольт и здоровых аккумуляторов и маленьких, он не, как это сказать, не настолько оправдан, насколько об этом кричат в интернете. Потому как инструмента, для которого созданы здоровые банки, это не так много. Это дисковые пилы, торцовки, УШМ, может быть перфораторы. Да, есть смысл здоровые использовать, мощные. В остальных случаях это шуруповерт и остальное весь мелкий инструмент. Туда тупо ставить здоровые банки. И получается, что Макита пошла вот этим путем, сделав новый инструмент 40 вольтовый. Потому что сразу сделана работа над тем, что усилено посадочное вот это место для того, чтобы здоровые банки ставить. Усилены контакты. Все усилено. Сам инструмент он больше. То есть это совсем другой продукт и другая линейка. И она не просто так. И по сути, если ты, вот они там в Девольте хвастаются в этих же комментариях, мы читаем, что мне не нужно брать там две зарядки. Но аккумуляторы ты тянешь один хрен и большие и маленькие. И разница, что ты вот возьмешь одну зарядку и переходник или две зарядки. Зарядка-то на самом деле особо места не занимает. И все равно для шурика будешь использовать для винтовертов маленькие аккумуляторы, для мощного инструмента большие. То есть и те и те аккумуляторы тебе надо везти. И какая разница, что ты одну линейку, что две линейки ты на стройку с собой повезешь. И большую и маленькую. Плюс сейчас строители, у каждого есть свой автомобиль. В троллейбусах сейчас с большими рюкзаками и с баулами, с инструментом никто не ездит. Сейчас много этих пакаутов всяких и прочей лабуды. Поэтому то, что занимает место и короче это такое. Посредственно. Дальше хороший переходник, только стоит он как зарядная. Да и токи быстрой зарядки не совсем хорошо. Про это мы отдельно поговорим. Но цена у него смотря где покупать. Нужно искать, ребята, искать и желательно находить большие скидки. И по большим скидкам я купил этот адаптер. Я уже не помню за сколько его купил. Но дешевле, чем однопортовая зарядка. А чтобы покупать по таким же ценам, как покупаю я, советую вам подписаться на мой телеграм-канал. Я там выставляю ссылочки на электроинструмент с большими скидками. С промокоды всякие даю. У меня там есть в закрепленном сообщении в телеграмме. Кнопочка. Туда переходите. Телеграм-бот. И там будут вам даваться промокоды на различные магазины. Там не только электроинструмент. Там и продукты и всякие. Почти все интернет-магазины. Доставки и прочее. Поэтому мы идем на Алик и берем пайс для зарядки LXT за 1800 и не делаем голову. Как можно купить шур на LXT и не продумать о зарядном? Алик так и шепчет. Купи восьмерки 21700 два ряда на самсунгах за 5000 рубасов. Нет, мы Аригу за 100 500 денег 6 махов 18650 купим. Я давно не покупаю оригинальные батареи. Все батареи зарядки паленые с Алика, но батареи чумовые. Бывает ли всякие, да чудо сьори. Чудо сьорки на 21700 высокотоковые. Болгарский рай, короче. Не знаю, я не советую пользоваться левыми аккумуляторами. Сам использую оригинальные. У меня есть всего лишь одна неоригинальная зарядка. За всю жизнь я ее купил. Пользовался. Сейчас ей не пользуюсь, лежит. Красава, ничего лишнего, все по делу. Спасибо. А как же HGV 2000? Кто не знает, что такое HGV 2000? Был такой ролик интересный. Девольт с флексом тихо смеется. Ну, я уже рассказал, там смешного на самом деле ничего нет у Девольта. И, как говорится, смеется тот, кто смеется последним. А вообще, вообще, вот эти споры между пользователями, кто купил одну марку, кто купил другую, за это пора уже, я не знаю, судить. Это то же самое, что это как разжигание межнациональной розни. Примерно до такого. Просто есть люди, доходят там и до драк в споре, что лучше Девольт или Макита. Поэтому к хорошему это все не приводит. Я не знаю. Вообще, у людей, как сказать, это природа людей такая. Он боится. Если он привязал себя к одной линейке, он просто боится сказать, что он ошибся или не ошибся. Он всегда будет топить за эту линейку. Неважно там какая. И он до усрачки, до последнего будет утверждать, что его инструмент самый лучший. Потому что он боится сказать, что он купил говно или наоборот. Примерно, я думаю, вы поняли. Можно и Девольт адаптер туда. Двенадцать амперами заряжать, так все аккумуляторы можно сжечь. Да-да, и прощаю в скором времени пяти амперный аккумулятор серии Элексиз. Для особо одаренных аккумулятор должен заряжаться 10 процентов тока номинального. Чем ты хвастайся? Двенадцать ампер убьет его очень быстро. Двадцать тридцать цикров и алло. Даже девять ампер это слишком много, а не авария про двенадцать. Девольт и флексвольт смеется над вами. Полыхнет ведь когда-нибудь. Лучше родную зарядку купить, как страховку. Нахуй нужен на 40 вольт. Короче, ребята, по поводу полыхнет и зарядки. Смотрите, вот характеристики аккумулятора Мурата я здесь нашел. Если в этой табличке смотреть, я не только здесь, я на официальном сайте искал максимальный. Так, быстрая зарядка, постоянный ток. 15 ампер это его характеристики. Его можно заряжать 15 амперами эти банки. То есть 12 это не предел. Это первое. Второе. Вы думаете, вы умнее инженеров из компании Makita, да? Ребята, представляете, да? Сидят инженеры собрания. Так, нам нужно сделать новый продукт срочно. Какие будут предложения? Есть предложения. Давайте создадим адаптер, который убьет все LXT аккумуляторы у наших покупателей. А когда они придут с ними по гарантии, мы пошлем их нахер и скажем, что вы их заряжали большими токами. И таким образом мы избавимся от своих клиентов. Нормальное предложение? Отличное! Делаем! Вы так думаете это все было? Я не знаю, чем вообще, что у людей в головах. Вы сначала поизучаете, что стоит, какие банки внутри. Потом уже пишите весь этот бред, который вы пишете в комментариях. Откуда у вас времени столько писать негатив? Почему позитивные комментарии почти никто не пишет? Зато всякое говно льют просто безмерно. Просто башку свою, мозг не включают и херачат эти комментарии. Ладно, поехали разбирать. Итак, поехали. Для начала откручиваем 4 самореза 4 на 20. Далее рассоединяем две половинки. Одну половинку откладываем. Берем вот эту. Здесь мы видим две пружинки. И каждую снимаем. Пружины. Переворачиваем и снимаем крышку контактного разъема. Вот так выглядит верхний корпус адаптера. На самом корпусе есть две информационных наклейки. Левая и правая. Теперь переходим ко второй половинке. Извлекаем отсюда вот этот крюк. И на нем установлено тоже две пружины. И крюк. Теперь можно отодвинуть контактную клемму. Приподнять вот так. И здесь пружинка. Она вот здесь установлена. Далее откручиваем еще один саморез. И снимаем корпус контактного разъема. Далее откручиваем саморез 3 на 8. И извлекаем плату. Производит плату компания Тамура. И так выглядит нижний корпус. В принципе все. Был вопрос как охлаждается аккумулятор. Видите здесь есть сквозное отверстие. Оно совпадает ровно при установке вот с этим отверстием. А когда ставим аккумулятор, оно совпадает вот с этим отверстием. И выдуваем вот отсюда. Ну что, аккумуляторы. Вот они две пятерочки. Разряжены в ноль. Они даже еще теплые. Оба мигают. Если вставить, к примеру, вот на ту же винтоверт. Не работает. Не работает. Аппараты сейчас отключены от сети. Я на удлинителе вот здесь нажимаю кнопку. И нажимаю вот здесь кнопку старт. Одновременно. И смотрим. Не знаю. Из-за того, что они тепленькие. Я, короче, разряжал их и воздуходувкой, и феном электрическим. Ну, в смысле, аккумулятором. И этой болгаркой. Разрядились они, ну, как сказать. Я задолбался их разряжать. Они не быстро разрядились. Но достаточно быстро для аккумулятора. Я имею в виду, что они нагрелись. Я не знаю, разрешит ли сейчас аккумулятор зарядное устройство. Так как оно умное. Заряжать их в быстром режиме. Потому что я знаю, что если аккумуляторы перегреты. Он либо будет сейчас их остужать. Либо может даже не дать ему большой ток. Потому что это опасно. Будет пока они горячие. И будет заряжать как стандартная зарядка. Я не знаю. Давайте как бы это и проверим вместе. Короче, запускаем. Ну, а теперь я поставлю на ускорение это видео. Дождемся. Ну, вот эта, естественно, должна быстрее зарядить. Там я уменьшу скорость видео. И потом, сколько засекнем, останется времени до полной зарядки двух аккумуляторов. Вот включилось только дополнительное охлаждение. У этой зарядки два вентилятора. То есть она охлаждает как сама себя, так и аккумулятор. Все, ускоряемся. Итак, прошло 10 минут. Давайте посмотрим, сколько здесь две палочки. И здесь две палочки. Пока одинаково. 20 минут прошло. Компьютер отключился. Спящий режим. Тут три палочки. Ну, и здесь три палочки. Ну, тепленькие они примерно. Этот, по-моему, даже чуть теплее. Ну, у меня нет пирометра. Посмотреть температуру не могу. Заряжаем дальше. Как вы заметили, где-то на 25-й, 25-30, я не обратил внимания точно. Но эта зарядка уже перешла в режим, когда она почти заряжен, аккумулятор. Кстати, многие говорят, что лучше всего в этот момент снимать зарядки аккумулятор. Можно на хранение оставлять. И типа это продлит жизнь дольше аккумулятору, если заряжать не до конца. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Вот они все палочки показывают. Здесь еще не хватает одной. Появился зеленый индикатор на 18-ти вольтовой зарядке. Примерно 36-ая минута. То есть на 11 минут. На 11-12 позже. И XGT зарядка зарядила аккумулятор. По температуре, не знаю. Да, горячее он чуть-чуть. Полностью заряжен. Это тоже будет показывать, что полностью заряжен. Но ему еще до полного заряда долго. Ну а этот пока постоит, поохлаждаются. В принципе можно брать и работать. 35 заявлено. Ну тут 36 получилось. Плюс-минус погрешность. Все. Зарядился. 49 минут примерно. Давайте отключим, чтобы она не шумела. Музыку просто я не поставил. Как вы видели, 49 там чуть больше минут. Кстати, кто не знает, на этих зарядках можно менять мелодию. Для меня, если честно, удивлением было, что об этом многие не знают. Это делается вот так. То же самое и здесь. Даже, по-моему, можно этой штукой иметь. И так далее. Ну а теперь подведем итоги. Заряжать аккумуляторы можно хоть этой зарядкой, хоть этой. Выбор делайте сами. Какой вам больше нравится. Но, как там писал чел в комментариях, надо заряжать, лучше заряжать, как оригинальные зарядки. А это не оригинальные, по-твоему, да? Ой. Короче. Этими зарядками аккумуляторы вы не убьете. Убьете вы аккумуляторы, знаете чем? А тем, что используете эти аккумуляторы на всяких непонятных инструментах. No name. У которых нет вот этой вот клеммы дополнительной. Они друг с другом не связываются. И происходит переразряд аккумулятора. Хоть в нем и есть защита, но все равно его можно переразрядить. Также и перезарядить на неправильной зарядке. А если ты будешь использовать правильный инструмент и правильный аккумулятор, то есть все одной фирмы, никаких проблем у тебя не будет. Аккумулятор прослужит долго, больше пяти лет. Пять лет заявлено вообще срок службы любого инструмента. У меня аккумуляторы есть 18-го года, самые старые. Они нормально до сих пор работают. Никаких проблем с ними нет. Ну а на этом попрощаюсь с вами. Подписывайтесь на мои каналы. Подписывайтесь на мой телеграм. Покупайте инструмент дешево. Всем пока. Покупайте инструмент дешево. Покупайте инструмент дешево. Заряжать аккумуляторы можно хоть этой зарядкой, хоть этой. Выбор делайте сами. Какой вам больше нравится. Но, как там писал чел в комментариях, надо заряжать, лучше заряжать оригинальные зарядки. А это не оригинальные, по-твоему, да? Короче, этими зарядками аккумуляторы вы не убьете. Убьете вы аккумуляторы знаете чем? А тем, что используете эти аккумуляторы на всяких непонятных инструментах. У которых нет вот этой вот клеммы дополнительной. Они друг другом не связываются. И происходит переразряд аккумулятора. Хоть в нем и есть защита, но все равно его можно переразрядить. Так же и перезарядить на неправильной зарядке. А если ты будешь использовать правильный инструмент и правильный аккумулятор, то есть все одной фирмы, никаких проблем у тебя не будет. Аккумулятор прослужит долго, больше пяти лет. Пять лет заявлено вообще срок службы любого инструмента. У меня есть аккумуляторы. У меня аккумуляторы есть 18-го года, самые старые. Они нормально до сих пор работают. Никаких проблем с ними нет. Ну а на этом попрощаюсь с вами. Подписывайтесь на мои каналы. Подписывайтесь на мой телеграм. Покупайте инструмент дешево. Всем пока.